Народ, привет! Мы возвращаемся с большими новостями. У нас есть кое-что про подэкранную камеру для Galaxy S22. Да, мы знаем, что грядущий сгибаемый Galaxy Fold 3 будет первым смартфоном Samsung с камерой под дисплеем. На внутреннем дисплее это уже практически решённое дело. И разумеется, все ожидают, что после Fold 3 следующим аппаратом с этой долгожданной технологией станет серия Galaxy S22. Но, к сожалению, похоже, это не так. По последней информации из южнокорейских СМИ, в Samsung решили не внедрять систему камеры под дисплеем в серию Galaxy S22. Компания пока не удовлетворена качеством фотографий с этой камеры на 100%. К тому же, производство такой системы камер довольно сложное на данный момент, чтобы использовать её в миллионах Galaxy S22. Следовательно, камера под дисплеем, скорее всего, дебютирует в серии Galaxy Note во второй половине 2022 года. Тогда у компании будет время на оптимизацию качества фотографий и на производство нужного количества. Что касается Galaxy Fold 3, то здесь риск снижается тем, что у этого телефона есть ещё одна обычная селфи-камера на внешнем дисплее. Ну и, конечно же, количество сгибаемых смартфонов на порядок меньше, чем смартфонов линейки Galaxy S. Так что обеспечить их нужным количеством подэкранных камер для Samsung не станет проблемой. Тем не менее, недавно мы говорили о том, что по данным Ice Universe, камера под дисплеем Galaxy Fold 3 обеспечивает лучшее качество фотографии по сравнению с любыми аналогичными камерами других производителей. Однако, в определённых ситуациях на экране может быть виден мозаичный узор, особенно, когда на экране отображается белый фон. Ожидается, что Galaxy S22 будет иметь основную камеру большого разрешения, вероятно, созданную в сотрудничестве с брендом Olympus, систему стабилизации со сдвигом датчика и камеру перископа с непрерывным зумом, которая предлагает чёткие детали при разных уровнях масштабирования. Кроме того, мы ждём, что он будет оснащён процессором Exynos 2200, который основан на архитектуре ARMv9 и графике AMD. Ну а на некоторых других рынках это будет Snapdragon 895. Отсутствие подэкранной селфи-камеры, конечно, очень разочаровывает. Я уверен, это разочарует многих. Но, честно говоря, это было ожидаемо. Всё-таки технологии, нужно немного времени на обкатку. И я знаю, как Samsung компенсировать это разочарование для нас. Да просто верните слот для microSD-карты.